Возьмешь коричневый, розовый, голубой, и прямо вот в это все начнешь вгонять вот эти настроения. Вот эти настроения рваным мазком, рваным, укладывательным. Вот они наши бревна, сначала пятно нашвыряло, потом взяла вещество это же и начинаешь прокладывать бревна, рваная и до мутноты, то есть и то и другое, вот они бревнышки, смотри как они вкусненько сразу готовы укладываться. Вообще бревенчатую архитектуру, кстати, мне же одно удовольствие. То же самое с забором, только потом вот так. И потом вот эти царапки дадут тебе первые признаки белого, а потом уже и все остальное. Тут же что-то себе уже подсказку какую-то, чтобы не закрашиванием заниматься, а эффективным письмом, чтобы это было уже письмо. Даже на этом этапе. Светик на этих, вернее снежок на этих местах тоже, чуть-чуть пообозначало. Хорошо? То есть не закрашиваем, а сразу где-то уже и подыгрываем. Интереснее. Он такой будет немножко непрозненный, что ли? Да, да, да. И постарайся не квадратнее. Уже очень они остроконечные и как бы вот такие. Поп, поп, чётче. И здесь тоже, по-чётче. От края и до края деревеняка. Очень хорошие вот эти вот остатки. Береги их, если что. То есть то, что удачно складывается, береги. И подкладывай чуть-чуть цвета. Чуть-чуть цвета. Между ними довольно большие. И даже кривизна. То есть у тебя сейчас слишком часто кол. У него иногда они прямо срастаются, когда не видно разницы. А иногда нарочито видна разница. У тебя пока всё одинаково. И щель видна. Щель видна между ними. Вот эти щели чуть-чуть доложить. Хорошо? Ну и какую-то кривизну. Слишком мелко карандаши уложены. А там всё-таки доска. Ну, зачёт тебе по этим. По деревянному строительству. Можно голубинка, чуть-чуть с розовинкой. Выстрой архитектурку вот эту. Ага. Выстрой архитектурку. Чуть-чуть там настроение деревца. Так обозначь. Вот это деревце тоже можно сначала чуть-чуть обозначить вот такими настроениями. Вот такими. Ещё прежде, чем ты кистью накидаешь. Потому что палец умеет создавать марива. То есть когда ты жёстко придёшь сюда, а марива... И там есть акуст-эффект марива. Оно уже будет. Вот этот задник чуть-чуть светлее, чем мощность стволов. Покажешь. Не хватает светлости немножко деревяхам. Смотри, там глубокость тени вот здесь. Вот здесь. И чуть светлее все деревьяхи вот здесь. То есть те, которые поднялись. Места, где они поднялись, они чуть светлее. Показать это чуть светлее. А дом глубиной своей ушёл туда. Не хватает светлости. Слишком всё черно. Чуть-чуть добавить. Хорошо? Вот этих настроений. Ты видишь, он даже почти красный задействовал. И звучит, да? Немножко нахально звучит, но звучит. Снег я бы сначала бы вот так сделал. А потом уже кистью наляпал бы мелких звучаний. Мелких мазочков. Сначала бы вырезал бы. Вырезал бы. Разнотолщинные. Логично? А потом вот такой кистью. Позагонял бы. Мазочечки. Вот так бы позагонял. Комочки снега. Светлее. Чуть светлее. Вплоть до того, что вот так кистью. Чуть теплее. Вот эту красноту растопчешь. И будет чуть теплее. Хорошо? Давай. Можешь и вот эти тоже где-то с кистью. Вот так. Снежка? Снежка. Снежка вот такие. Вот такие. Симпатичные. Вот такие. Мерцательно. То есть есть одна тональность и есть другая мерцательно. Может быть так. Но это снег лежит. Это не дрова. А я сюда не лезу. То есть показать, что это цельное пятно. Теневое пятно снега. С розовым. А дальше световое пятно снега. Слышишь, я пируэт кручу на каждом шагу. Каждую возможность повыпендриваться мастихину использую. Положил, но и сбил ее. Чтобы она была непонятно, как выстроена. Какие-то там звучики. Да, смотри. Уже богаче. Уже там что-то. Уже что-то. То есть не только чертеж, но и копошня всякая. Глуховатое, черноватое место теневого пространства. Вот это вот. Глуховатое, черноватое. Внутри. Не нужна тебе кистью. Вот это? А это кистью не положишь. Тебе нужно глуховатое пятно. Никакое. Вот такое. Кистью ты можешь вот здесь положить. Вот здесь ты можешь положить. Оно не должно быть глуховатым. А там внутри должно быть глуховатым. А вот внизу такие на... Как такие стядаются? Будешь брать белило и прямо вот так. Наштрихуешь, наштрихуешь. Где-то больше белил. Где-то меньше. И вот у тебя будет грязноватый. Если они повеселево сразу. Накидаешь. Акцентики тоже чуть-чуть на окнах. Хорошие окна. Чуть богаче, да? А то там простовато. Чуть богаче, а то простовато. Да? Что-нибудь. Вот что-то там. Не пойми что. Богаче? На пустом месте богатство. То есть некое содержание. Вечно там какие-то... Содержательные моменты. Плюс смех на них. На этих содержаниях. Прикольно? То есть ты видишь, я помассажировал краску. Положил и помассажировал. Вон. Какой-то уголок закрыт. Ну давай эти деревицы тоже. Снег на башенку. Если много красного, отпили. Отпили. Чуть-чуть. Особенно на периферии. Чтобы когда ты положишь сюда что-нибудь типа снега, чтобы красный не сильно выполз. Хорошо бы глуховатую темноту посадить. Там вот здесь нет глуховатой, а там как раз самое место быть в глуховатой темноте. Внутри дома. Снег здесь прикольно лежит на всех этих выступах. Давай, хорошо пока. Да, давайте. Опять. Посадить.